всем привет мои дорогие любимые зрители сегодня у нас традиционное видео мои самые удачные самые лучшие ароматы уходящего года я покажу вам 12 ароматов это самые лучшие ароматы которые превзошли мои ожидания когда их покупала какие-то из этих ароматов и покупала слепую и я отобрала 12 ароматов на каждый месяц уходящего года и сегодня я их вам покажу и поехали первый аромат лучшее приобретение превзошел ожидания purple heart такая интересная парфюмерная марка очень интересное оформление в виде такой книги сначала мы видим коробочку от этого сердца парфюмерный бренд называется map of the heart и когда мы эту книгу открываем мы видим здесь сердце кто-то может подарить кому-то свое сердце такое знаете может быть подарок с намеком я дарю тебе свое сердце выпущен аромат в 2016 году на старте здесь слива и вишня сердце лакричник фиалка и роза базе чернила бобы тонко древесные ноты сандал амбра ваниль очень интересный аромат для любителей сливовых ароматов этот аромат мне немножечко напомнил город грехайнзе сити овстенкилен и еще что-то он мне напоминает вот такое же сливовое как будто бы даже марк джейкобс декаданс но марк джейкобс больше сладости пудровости а здесь именно слива и да здесь есть базе чернила такое ощущение что да чернила тоже присутствует такой необычный аромат он не очень сладкий позиционируется этот аромат как аромат для женщин но я думаю что мужчины тоже могут носить purple heart номер 5 следующий лучший аромат по моему мнению уходящего года который появился в моей коллекции это миколев mon parfum pearl жемчужина моего парфюма жемчужина моей парфюмерной коллекции здесь на старте ежевика роза и мандарина даже на руку нанесу его сразу же сердце цветочные ноты в базе пудры белый мускус и ваниль я уже неоднократно рассказывал своих видео что я в восторге от этого аромата он мне напоминает что-то из прошлого какую-то мою молодость пудровый красивый аромат ностальгии для меня поэтому очень мне он понравился искала его на авито нашла потому что у нас сложно с ним с наличием и кстати предыдущий аромат я тоже на авито приобрела и кстати я сама продаю также несколько десятков ароматов в своей коллекции если кому-то интересно пишите мне я вам вышлю список всего того что я продаю из своей личной парфюмерной коллекции этот аромат понравится тем кто любит пудровые ароматы и кто любит такие немножечко даже не то что ретровые а такие умиротворенные ароматы спокойные тихие не вызывающие миколев mon parfum pearl следующий аромат который я считаю удачным приобретением лучшим ароматом этого года в моей коллекции это gucci giorgias jasmine на старте здесь цитрусовые ноты и перец сердце много жасмина дамасская роза базе сандал бензоин и пачули мне jasmine от gucci нравится больше чем все остальные jasmine вместе взятые в парфюмерии это для меня сливочный jasmine поэтому я очень довольна что этот парфюм появился в моей коллекции и это произошло благодаря вам потому что вы за меня голосовали в конкурсе духи rf gucci giorgias jasmine прежде чем мы продолжим поставьте лайк на это видео кстати ставьте лайк если хотите увидеть подобное видео из разряда худшие ароматы уходящего года мои парфюмерные разочарования если мы наберем с вами тысяч лайков я сниму и выложу такое видео и конечно же подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны следующий аромат который я считаю лучшим ароматом уходящего года это биянка 01 с синоним восточные гурманские ароматы очень много нот и самая главная нота здесь это персик в сердце есть тягучий ром пачули jasmine в базе кашмиран ваниль бобы тонко сандал лабданом и ветивер ну а на старте конечно же персик и тягучий сладкий цветок гелиотроп этот аромат я считаю адекватной заменой tom ford bitter peach то есть нет смысла переплачивать можно приобрести синоним и наслаждаться этим прекрасным ароматом такой ликерный персиковые настойки потому что здесь персик на старте ром в сердце это не такой простой сладкий джечачий фруктовый аромат на тему персика это такой брутальный аромат с нотками рома с нотками алкогольности и это придает этому персику уже такое настроение поинтереснее обожаю этот аромат у марки синоним многие ароматы марки синоним не нравится часто их упоминаю своих видео и bianca 01 синоним это новинка в марке она вышла в этом году и также ожидается пополнение коллекции какие-то новые ароматы и я с нетерпением жду что же еще выпустит синоним потому что ароматы очень качественные очень достойные стойкие с красивым шлейфом лучший аромат уходящего года bianca 01 синоним давайте мы что-нибудь с вами уже распакуем я считаю лучшим ароматом уходящего года потому что я приобрела его на больших скидках это trussardi donna но это не простая donna это лимитированная коллекция donna где крышечка будет в форме собаки фирменной собаки гончей trussardi так выглядит флакон и кстати меня спрашиваю видео обзор на собак trussardi на парфюмерии вот эту коллекцию их бытиковую я выложила супер быстрый обзор в своем telegram канале подписывайтесь ссылка внизу культовый колпачок с породой собак greyhound это собака породы борзая ее я так понимаю любил основатель фирмы trussardi у него была такая собака вообще очень интересно почитать про эту марку про их рог который преследует мужскую половину бренда фамильного trussardi в общем я когда стала изучать вообще откуда появился вот этот вот логотип да у них и на одежде на одежде у них тоже логотип вот этой собаки вообще там конечно непонятно что но все-таки это собака вообще изначально история бренда trussardi она связана с выпуском кожаных перчаток и кстати очень многие вот эти ароматы из коллекции собак в кавычках они с кожаного направления аромат донного лимитированной версии я не чувствую чего-то другого у меня был классический аромат это цитрусы это тревесные ноты это свежесть элегантность что-то такое легкое универсальное на каждый день в офис даже немножечко весеннее потому что как-то прям очень активно пахнут цветы в общем такая живая свежесть флакония не устаревающая классика можно сказать донно trussardi легкий живой радостный аромат также считаю лучшим приобретением потому что ухватила лимитированную версию которой сейчас нет наличия следующее мое парфюмерное открытие этого года считаю также лучшим ароматом уходящего года это орлов перис орлов мир здесь доминик рапион аромат старенький 2015 года но узнала я про него совсем недавно в этом году услышав в шлейфе от девушки здесь очень простые ноты цветок апельсина тубероза жасмин мускус ваниль но он очень классно звучит кстати немножко похож на донну но здесь как будто бы больше сливочности чем донни trussardi просто невероятный аромат очень классно он звучит в шлейфе шлейфе я в него влюбилась и естественно приобрела остатки потому что тоже аромат снят с производства ушел из продаж орлов перис орлов следующий аромат также вскрою при вас этот аромат мне вручили пробником вначале я даже не знала про такую марку aqua del lounge я даже не знаю как это произносится нейроне что-то непонятное в общем очень мне понравилось в пробнике я заказала себе флакон не очень я люблю ароматы на тему ириса но этот аромат меня покорил здесь ирис бергамот ромашка кумин кориандр в общем какие-то знаете такие ноты которые если бы я прочитала я бы никогда не заказал этот аромат слепую также есть и ланг мускус и кстати из пробника он как будто бы был более сладким чем здесь здесь он более байзамический как будто бы это какая-то горькая настойка но тем не менее аромат такой очень неуловимый я думаю кстати что он очень хорошо сядет на мужчину в общем это какой-то итальянский бренд аромат аж 2012 года я только сейчас про него узнала нейроне aqua del lounge или в общем не знаю прочитайте дальше я закрыла свой парфюмерный гешталь давно хотела этот аромат себе в коллекцию the gate ivory temptation еще в ту пору когда мы покупали memories когда он еще был в продаже сейчас все за memories гоняются потому что он только на авито остался в продаже ivory temptation по моему тоже где-то есть где-то нет в общем я тоже купила остаток на авито из всей линейки он мне тогда понравился больше остальных ну вот из разряда таких восточных спецевых ароматов и 2018 года аромат здесь есть персик и кардамон персика я вообще абсолютно здесь не чувствую очень много специй гвоздики как пряность это очень-очень такой спецевый аромат также из корица бы бы тонко вообще мне кажется он мне казался очень-очень сладкий когда я только-только его пробовала я я запомнила по такому красивому названию ivory temptation как-то не дошли руки его приобрести но в итоге все-таки флакончик себе приобрела ivory temptation закрыла свой парфюмерный гештальт и давайте вскроем с вами gritty gossip night это аромат 2023 года переводится как ночные сплетни аромат для женщин и он очень-очень сладкий я это помню потому что я тестировала его в магазине ой этот аромат просто хочется съесть здесь как-то знаете странно так сочетается какая-то кислота кислинка личи и сладкие-сладкие зефирные нотки здесь личи манго глиотроп на старте взбитые сливки белый персик карамель в сердце да вот взбитые сливки прям такая зефирность как будто бы такую воздушную белую зефирку представляешь кашмиран мадагаскарская ваниль и белый мускус в общем этот аромат хочется съесть но это непростая сладость здесь есть нотка такой кислинки просто я даже нанесу его на себя чтобы им благоухать то есть как будто бы ты тонешь в этой зефирке вы тонешь в этой сладости но кислинка тебя бодрит не дает в ней утонуть такие у меня ассоциации gossip night gritty новинка 2023 года я считаю тоже лучшим приобретением этого года еще один из лучших моих ароматов уходящего года это majesty arabesque parfum здесь на старте фруктовые ноты ананас пряности бобы тонко алибанум серая амбра ваниль перуанский бальзам и базе я обожаю ноты перуанского бальзама в ароматах если там есть эта нота значит аромат мне определенно точно понравится в этом аромате как раз все как я люблю фруктовые ноты сладость при этом такая дерзкость такая перчинка перуанского бальзама при этом он сладкий задумчивость алибанума такого ладана до который наводит на какие-то философские размышления в общем очень классный аромат majesty arabesque парфюм еще удачным приобретением лучшим ароматом уходящего года я считаю аромат sony pure sensual orchid это самая легкая версия из разряда орхидеи lm parfum если кому-то очень сладко очень приторно обычный sensual orchid попробуйте pure sensual orchid вам понравится потому что это легкая легкая самая легкая из версий мне этого не хватало мне не хватало в этом аромате легкости потому что он очень очень насыщенный sensual decadent вообще очень-очень сладкий pure sensual более-менее такая версия a pure sensual orchid самый легкий аромат из этой линейки ноты этих ароматов можно не читать им не верьте просто сразу же аромат попробуйте потому что по нотам я бы никогда в жизни аромат не купила потому что там ничего интересного и похожего на этот аромат то есть если представить все эти ноты в аромате я бы никогда не представила звучание lm parfum pure sensual orchid ну и вообще принципе этой линейки и еще один аромат я считаю лучшим ароматом коджал или каял алмаз аромат 2022 года выпуска на старте лучше прямо так вот не утыкаться в блотер или в кожу а лучше почувствовать его в шлейфе потому что именно в шлейфе он красив здесь черная смородина и кстати каждый раз я эту черную смородину чувствую по-разному сейчас прям какие-то знаете такие котики конкретные пахнули но это может быть с бумаги с бутером может быть даже он с чем-то здесь смешан уже аромат на тему такой кисленькой барбариски вот какой-то конфетки леденцовой и вот такая леденцовая бодрящая кисло-сладкая сладость но мне этот аромат очень нравится тем что он вроде бы как и простенький да но он очень раскрывается у него есть глубина есть многогранность есть шлейф красивый поэтому вроде бы при таком простом старте он очень красиво раскрывается за это я его люблю лучший аромат уходящего года алмаз коджал пишите мне свои списки лучших ароматов которыми вы пользовались в этом году которые появились у вас в этом году конечно же ставьте лайк если видео понравилось ставьте лайк пишите комментарии если хотите чтобы я показала вам парфюмерные разочарования кстати я снимала эти видео эти видео очень нравится людям потому что всем приятно посмотреть на чужие страдания я надеюсь это не так просто очень интересно узнать да вот когда ожидания не совпадают с результатом ожидания не совпадают реальностью часто я заказываю флаконы парфюмы вслепую и я думаю что придет какой-то красивый аромат по описанию приходит что-то невнятное но просто мне не подошло поэтому жмите лайки пишите комментарии и до встречи в следующих видео всех целую всем пока пока